добрый день уважаемые трейдеры сегодня 7 декабря понедельник представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании инстафорекс логотип который вы как обычно видите у меня за спиной сегодня международный день гражданской авиации давайте поздравим наших летчиков не наших всех летчиков и возможно уже сегодня где то в небе под дружный крик всем шампанского пилоты очередного боинга ведут самолет уже не в усуриск а куда-то в монте-карло весело покачивая крыльями в небе ну а сегодня у меня пару статей как обычно это фундамент по платине очень интересная статейка с запасом хода по платине как говорят буржуазные аналитики и торговая идейка по евро доллару которая уже отработала но ее нужно обсудить потому что она классическая давайте переключимся к нашему к нашим графикам и начнем итак первый инструмент у нас золото золото сегодня отрабатывала третью волну от пятничных фиксаций пятницу прошли такие мощные шорты на американской сессии которые идентифицирую по зеленым кубиком который в свою очередь находится в списке моих индикаторов под названием а и сесси он то есть индикатор сессия сессии настроены и хитрейшим образом то есть выключены все сессии кроме американской вот и мы собственно видим трехвомовочку который сегодня отбилось по пробою четверга но я не участвовал в этом тренде я проспал ну и в принципе слабенько для меня было по евро было давай почетче конструкция что сейчас интересно на дневках но с одной стороны я думаю что сейчас потирают люди руки люди которые торгуют классический тех анализ а именно уровне поддержки сопротивления вот носят на руках своего одесского предводителя и говорят что уровне поддержки сопротивления работает и мы видим на экране плюс за сотку пунктов вот ноги собственно они счастливы а что может быть еще лучше для человека чем состояние счастья вот но сейчас по этому инструменту я не рекомендую не покупать не продавать потому что что сделать с лангами из шортами здесь абсолютно непонятно с другой стороны я понимаю что уровень который мы сейчас видим в районе 1850 долларов стройску рунцию это уровень о котором будут час трендить все технические аналитики которые ничего кроме как чертить полосочки совпадающие на истории с какими-то экстремами не умеют но к сожалению так было так есть и так будет и на мой взгляд похочется за этим уровнем чтобы его как минимум можно пробить было бы интересно но делать это прямо сейчас я бы не рекомендовал потому что но если вы конечно не покупали на ложном пробое потому что из дневок непонятные риски то есть если вы купите куда вам стопиться непонятно нужно подождать либо как закроется день либо взять вот этот импульс за волну дождаться отката и уже треснуть продавцов об их любимый уровень поддержки сопротивления после чего у кого-то корона может и подпад слететь что касается пары евро доллар сегодня я дал героическую торговую идею на понижение этого инструмента банальную просто как все гениальное отработка вот этих двух пинов на перетянутом рынке на супер хаях по пробою вот минимуму вот этих двух дней признаю честно дал ее поздно потому что опять проспал ну что ж такая такая доля у трейдеров постоянно спать но как минимум в копилочку своих торговых сигналов и паттернов технических отработок системы price action охоты за стопами вы можете этот трендик внести что здесь было примечательно ну во-первых еврик в пятницу очень знатно просел чисто на американской сеть это говорит что американцы в пятницу либо подфиксили ланги либо начали подшарчивать но судя по предыдущему движению очень очень сильному они начали подшарчивать еврик и сегодня с утра мы имели третью волну от этого импульса то есть импульс откат трешка что не особо радует то что теста полтинничка не было был т61 откатной фибы в которую я не верю как вы знаете но верю в один откатной уровень 50 но так как рядом 61 приходится верить у него тоже вот и свою статью я сегодня назвал не покупайте еврик перед этим уровнем этот уровень я обозначил как 1 21 потому что это ловушка вот и она сегодня прекрасно сработала огорчив покупателей на хаях которые сказали но вот наконец-то еврик растет можно его покупать что делать сейчас евро долларом я не знаю вот и в принципе это нормально не знать какую-то часть движений а может быть даже большую часть движений а понимать только определенные участки на которых собственно и можно зарабатывать как говорил великий брюс ли бойтесь мастера не того мастера который знает тысячу приемов которые отрабатывает один прием тысячу раз вот примерно также у нас многие сейчас начнут кричать о том что и евро доллар развернулся до чуть чуть выше 21 уровня фактически там чуть ли не 22 и теперь непременно будет падать по каким-то магическим причинам я здесь ничего не вижу я видел только ловушку на хаях который сегодня захлопнулась и в принципе на этом все что хочу хочу чтобы евро доллар собрался как говорится в кучу да обозначил какие-то экстремумы которые интересны но к примеру к примеру да допустим чтобы не быть голословным ну допустим вот он спустится вот сюда под под 1 и 2 круглые психологические для многих уровней откатит да и мы потом с удовольствием бахнем по по этому экстрему ну пусть будет так пример соответственно движение не вниз не вверх меня не интересует мне интересует только откатное движение потому что отсюда к примеру со стопом в 70 тейк у меня будет там около 70 примерно так вот то чтобы я хотел увидеть пока я не увижу что-то подобного открывать по этому инструменту сделки я не буду я понимаю что ваша зуд в руках в пальцах в ногах еще кое-где почему потому что вы не торговали целые два дня и и плохо делали потому что на выходных нужно торговать и делать это в симуляторе торговли либо в тренажере для трейдеров тестере для того чтобы в понедельник у вас такого зуда не было если у вас до сих пор нет такой программки обязательно напишите мне почту я скину вам ее и вы поднимите качество своего трейдинга британец сегодня обвалился на фоне отсутствия прогресса в переговорах по брекситу но не по брекситу по торговому соглашению британии с что прикольно ну во первых да это фиксы в пятницу в пятницу однозначно были фиксы потому что переговоры там идут с пятницы и в пятницу не было результатов и в субботу они разговаривали и воскресенье не было результатов ну и в общем народ который стоял в лангах начал просто закрывать позиции разочаровываясь борисиком борисом джонсоном который нихрена не может договориться с евросоюзом я в принципе это движение ждал но в нем не участвовал почему потому что я видел что на уровне 133 вот здесь видите вот тут этот уровень то есть это вот эти минимумы оставили площадку но фунт собственно товарищ такое вечно что-то где-то оставляет и порой не 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 доходит но можно было конечно рискнуть из пятничного пин-бара со стопом за него под соточку шортить вот в эту площадку под 150 но я для себя принял решение не брать такие одиночные экстремальные бары а работать именно в обцшках ну такого средневолнового масштаба там примерно там h4 плюс минус вот и но фунт видите прям прям с открытия европы даже чуть раньше начал начал пробивать все кругляки и провалился и пробил эту площадку что с ним сейчас делать но уж не знаю не знаю мы закрыли очень длинные ванги вот обновили круглый уровень 35 и ланговый идея отработалась но логично что пошли фиксы возможно кто-то из банковских трейдеров либо маркет-мейкеров следил за моими торговыми рекомендациями и после обновления 35 уровня закрыл позиции я надеюсь те те 400 500 человек которые меня просматривают на youtube канале это как раз именно эти маркет-мейкеры которых по разным оценкам составляет около двух тысяч банков соответственно 500 из них смотрят мои обзоры я теперь это точно знаю так перейдем к доллар-иене доллар-иена в стойке оловянный солдатик и ослабление американского доллара потихонечку выталкивает этот инструмент опять наверх напоминаю у нас была интересная торговая идея на повышение я эту позицию закрыл потому что это все очень долго уже длится с небольшим минусом по пин-бару вот этому новых лангов не открывал но в принципе в принципе если вот это ослабление баксы которые сейчас происходит по всем инструментам серьезная то это может привести к слому тенденции по доллар-иене но я пока не вне рынка почему потому что потому что сейчас есть аукциончик который не снят с обоих сторон ну вот если бы к примеру доллар-иена вот здесь подрезала нижнюю границу это был бы ложничок можно было аккуратно затариться в верхнюю границу при пробое и истинным образом можно было поддержать до обновления уже вот этого экстремума который действительно может сломить вот всю шартовую историю но это прям такие пробные пробные шары кто играет в бильярд знает что такое пробный шар да вот поэтому я пока вне рынка но в принципе не откажусь от слома вот таким вот образом вот таким соответственно покупать нужно либо здесь вот либо вот здесь вот эти точки наших интересов все остальное нас интересует дальше кросса наша любимая австралийц канадец не дошел до зоны продаж я его тут жду 097 буду набирать его сеткой шартовых ордеров австралийц новозеландец рекомендую прикрыть почему потому что он достиг своего зеркального уровня это в принципе нормальный нормальный уровень для закрытия позиции это зеркало вот отсюда он может опять подвалить его его ниже 104 наберете напоминаю что кросса мы торгуем исключительно сеточным методом здесь он чуть больше сотки дал я думаю что вы здесь набрали там пару ордеров только и здесь можно их сбросить канадец франк пока не трогаем доллар франк если вы набирали ланге на пробое используя доллар франк как ну скажем для для сеточного метода как кросс скиньте ланге на зеркальному здесь уровне если вы немножко набрали если вы торчите прям серьезно в лангах то пересиживайте на пробой 90 какого там 3 93 уровня франк иена франк иена жду выше 118 надеюсь сюда залетит и здесь можно будет подзаработать набрав сетку лимитных продаж на возврат от вот этого мощного сильного движения наверх доллар канадец не трогаю не понимать что с ним происходит но я имею ввиду с точки зрения нашего торгового метода здесь нету никаких пока интересных ситуации канадец иена очень перспективный на набор шортов выше 82 вы знаете об этом и новозеландец канадец сейчас по нашему плану достиг уже 90 уровня принципе если вы набирали сетку здесь как обычно пожадничали да вы можете на зеркальном вот этом уровне закрыть свои шорты вот и потратить деньги на новогодние подарки что касается нефти нефть нефть подваливает вниз был ложный пробойчик в пятницу сорок пятый но в принципе я говорил да свою идею такую странно да набрать нефть в шорты сеточкой к полтинничку но от 45 до 50 конечно многовато но если будут какие-то прострелы я посмотрю но здесь как-то как-то не очень но опять же и с точки зрения охоты пока нет интересных площадок которые мы к примеру с вами забирали вот здесь до от вот этого пин-бара до даже не здесь до вот этой площадке то есть у нас с вами был здесь аукциончик интересный пин движение вниз мы с вами это все забрали подожду что-то подобное так давайте перейдем к вопросам на youtube канале по пятничному видео у нас 500 просмотров так соточку лайков не набрали ну что же так все хотят видео по сеткам я вроде всем отправил но мог кого-то упустить потому что в разное время отправлял если кто-то не получил видео по сеткам напишите еще разу почту я вам отправлю вопросов почему-то нет а есть света спрашивает по серебру есть площадка на 20 откат замер 3850 хотелось мнение по серебру ну давайте посмотрим серебро ну вот сегодня били уже сюда не знаю о чем вы имели что вы имели ввиду здесь но скорее всего на момент написания этого поста silver был вот здесь если вы имели ввиду вот эту шортовую инициативу откат и удар вниз но это уже конечно отработалось но та же история была и по евро и по и по фунту и по золото одновременно потому что друзья мои мы торгуем сейчас исключительно укрепление либо ослабление американского доллара как это не странно звучит но рынок как бы немного поменялся в том плане что валюты на фоне вот этого кризиса пандемийного они потеряли свою самостоятельность но если фунт там еще пытается как-то отработать несговорчивость своих политиков с точки зрения договора с торгового соглашения с ес то остальные все это это вот под копирку все идет либо доллар укрепляется либо ослабляется в этом можете торговать через что угодно понимаете через серебро либо через золото все стало прям в один ряд ну если вы это имели ввиду то принципе это трехволновка она отработала если что другое то не знаю если хотите обсудить торговую идею предлагаю перенести на форум форекс деньги в мою ветку который называется энджи и его друзья сезон 2020 который находится в личном пространстве форума форекс деньги я туда никого не тяну я просто говорю что там можно обсуждать торговой идеи в рамках нашего метода торговли китайскую валюту к чему к доллару к евро какую вы имеете ввиду идею там об цешке либо кита давления дать поконкретнее но и опять же если вы хотите развернутые вопросы ответ лучше это надо сделать на форуме либо конкретнее задавайте на вопрос данил надеюсь вы меня понимаете так принципе на этом все понедельник понедельник начало торговой недели нонки отстрелялись итак понедельник да ну даже дело не в понедельнике дело в том что мы торгуем сейчас в декабре а я считаю что вторая половина декабря будет самый разводной всегда почему потому что многие трейдеры начинают беситься по поводу того что им нужно выровнять свои доходности чтобы отчитаться перед инвесторами перед там банками контрольными органами своими вот и они начинают допускать много ошибок у них начинается бешенство депозитов вот и последние две недели перед новым годом самые разводные но с точки зрения охоты за столкнем это даже здорово потому что начинают лететь все площадки все начинает отрабатывать четко поэтому вы должны понимать в какое время мы сейчас торгуем ну я имею ввиду такое календарное время и сейчас какой то будет я думаю небольшой затишье перед вот этими двумя неделями вот и на потом начнется опять повышенная волатильность в этом можете проверить посмотреть что было в декабре последних нескольких лет вот и уже как-то даже выстроить свою стратегию на это время ну а я с вами прощаюсь до завтра контролируйте риски берегите себя и до встречи завтра утром на очередном обзоре для инстафорекс всем пока